В Новоуренгойском музее изобразительных искусств открылась выставка искусства и инноваций. Подарила её городу компания «Газпромдобыча Ямбург». Главный герой этой выставки – важнейшая полезная ископаемая – природный газ. Сегодня вместе с сотрудниками, нашими коллегами из городского Новоуренгойского музея, мы решили, как говорится, дать газу и устроить всем нам не просто один день мультяной газовой промышленности, но подарить всем нам праздник, целый месяц газа. Поэтому мы открываем эту выставку. Компании, которая добывает каждый пятый кубометр газа в России, есть что показать и рассказать. В центре выставки левитирует он. Главный символ экспозиции – тот самый кубометр, в котором измеряется величина добытого и транспортируемого ресурса. Выставка доступно рассказывает о работе газодобытчиках, тонкостях производственных процессов и позволяет увидеть то, что прячется глубоко под землёй. Кто-нибудь знает, что это? Керн. Керн, молодцы. Керн – это как раз он добыт из дна газовой скважины. Вот именно этот керн добыт из глубины 4000 метров. Очень интересно увидеть старые инновационные конструкции, которые тогда произвели инновацию, а сейчас уже являются неотъемлемой частью. Познакомиться на выставке можно и с инновационными технологиями, внедрёнными компанией «Газпромдобыча Ямбург» на Ямбургском и Заполярном месторождениях. В центре внимания гостей – макет уникальной ледостойкой платформы «Каменомысская», с которой будет вестись добыча газа в акватории Обской губы. Её уже начали строить на верфях. Если мы вот сюда поставим две статуи свободы друг на друга, они будут ниже на 10 метров. Если поставим скульптуру «Родина-Мать», верхний кончик, её мягшая, будет ниже на 9 метров. Посетители выставки смогут также сделать свою электронную визитку при помощи специального терминала и пройти изобретательский квест. Очень понравилась нам выставка. Ребята смогли посмотреть макеты именно газодобывающей промышленности. Все с удивлением, с интересом их изучили. Посетить выставку искусства и инновации можно до 3 октября включительно. Мария Яновская, Евгений Шевченко. Телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.